Сегодня мы проводим День карьеры на тему возможностей, которая для нас открывает знания программы Excel. Сегодня с нами спикеры от компании N-Tech Акимова Дарья, спикер от компании Ross EuroCity Танков Микаил и эксперт по управлению талантами, карьерный эксперт Карина Султанова. В начале нашей встречи я расскажу пару слов об учебном центре специалистов и о службе трудоустройства, и затем дам слово нашим спикерам. Учебный центр специалистов на рынке образовательных услуг уже более 30 лет. Мы за это время обучили более 1 миллиона человек и являемся ведущим Центром компьютерного образования в России. Так как мы достаточно давно на рынке, мы убедились, что нашим слушателям необходима помощь и поддержка на этапе их трудоустройства. И для этого мы разработали такую программу содействия трудоустройства. Сейчас я очень кратко о ней расскажу. Первое, что важно понимать, что все наши курсы практикоориентированные, и обучаясь на них, вы получаете не просто знания, но определенные навыки, которые необходимо использовать в работе. То есть, во-первых, когда мы составляем наши курсы, мы ориентируемся на реальный запрос рынка труда и работодателей, и составляете или иные дипломы, например, программы или курсы, мы ориентируемся на именно востребованность и актуальность. Обращаю ваше внимание, что, конечно, знание быстро забывается. И тот навык, который вы сформировали на курсах, я рекомендую как можно быстрее начать использовать на практике, чтобы его отрабатывать, а не наоборот его забывать. Далее, после того, как вы закончили курсы, правда, важно правильно выйти на рынок труда. И очень всем рекомендую наш курс «Успешный поиск работы трудоустройства», который вам поможет сориентироваться на рынке труда, подготовиться к собеседованию с работодателем, подготовиться к выходу на рынок труда. Такой наш ежемесячный бесплатный курс записаться можно, пройдя по QR-коду или ссылочку, которую я отправлю в чат. Также индивидуально я провожу консультации для тех, кто закончил наши курсы. Мы вместе можем подредактировать ваше резюме, проговорить какие-то траектории выхода на рынок труда в вашей профессии. Также можно записаться, перейдя по QR-коду. И вот регулярно мы проводим карьеры, приглашаем различных экспертов из разных отраслей. Ближайший наш мастер-класс будет от эксперта «Софткомбанк лизинг. Роль бизнес-аналитика в скрам-команте». Также можно записаться на него и прийти поучаствовать. Обращаю ваше внимание, что также у нас есть предложения от компаний-партнеров, предложения с вакансиями. Это те наши партнеры, которые учат у нас своих сотрудников, по достоинству оценили наши курсы, уровень подготовки нашим центром их сотрудников и с удовольствием ждут на работу также других выпускников и присылают нам свои вакансии. Все эти вакансии мы публикуем в каналах. Можете подписываться на любой, удобно вам. Также обращайте внимание, мы вам регулярно вакансии отправляем в наших рассылках. Почток. Итак, наверное, по службе трудоустройства и поддержке по выходу на рынок труда я сказала свою часть. Сейчас хочу передать слово нашему первому спикеру, Михаилу Тампову, коммерческому директору компании «Росвегросити». Михаил. Да, коллеги, добрый вечер. Меня видно не будет, будет видна только презентация, но зато мне это позволяет ходить и свободно с вами общаться. Буду стараться не повторять то, что есть презентация, а рассказать о том интересном, что вас можно ждать в нашей компании вообще на рынке недвижимости. Наверняка каждый из вас хоть немного знаком с рынком недвижимости, каждый из нас где-то должен жить, куда-то ходить на работу, где-то учиться. Это все, чем мы занимаемся. У рынка недвижимости есть одна большая особенность. Это как раз я сейчас начну говорить о том, почему, как важна профессия аналитика в нашей компании и в любой другой компании, работающей на рынке недвижимости. Не будучи даже специалистом в строительстве, вы можете понять, что цикл создания любого объекта недвижимости – это минимум 3, а чаще всего 5 лет. И вот представьте, мы с вами оцениваем рынок, смотрим, что нужно клиентам, а продавать и пользоваться нашим продуктом люди начнут только через 5 лет. Представляете, какая большая роль аналитики, понимания, прогнозирования, чувства каких-то тенденций, которые есть и которые будут, нужна от того человека, который я постоянно ищу и постоянно приглашаю в нашу компанию. Немножко, можно следующий слайд, немножко о компании. Мы на рынке недвижимости работаем с 97-го года, и конкретно наша компания занимается жилой недвижимостью, загородной недвижимостью и офисной недвижимостью. Мы работаем только в московском регионе. И мы одна из немногих компаний российских, которые входят в крупнейшую международную ассоциацию девелоперов, называется Openland Institute. Это наша принципиальная позиция, то, что мы работаем не только понимая российский рынок, но и смотрим, как рынок недвижимости развивается в разных странах, начиная от Соединенных Штатов Америки до Китая, там, стран Восточной Европы, и стараемся эти тенденции также смотреть на них и использовать в своей работе. Немножко, Ольга, следующий слайд, пожалуйста. На следующем слайде вы видите наши активные проекты, можно его перелеснуть. Расскажу коротко о каждом, чтобы вы понимали именно наш подход, подход нашей компании. Мы компания не крупная, но тем не менее стараемся делать проекты, заметные на рынке. Один из проектов, которым мы сейчас занимаемся, это малоэтажный жилой комплекс. Находится он по Дмитровскому шоссе. Что мы с ним сделали, чем он отличается от тех, как сейчас принято называть, человейниками, которые возникают в ближайших подмосковных городах. Мы разместили дома таким образом, что на каждую квартиру приходится по одному парковочному месту, и эти парковочные места расположены рядом с твоим домом. Нет какого-то дополнительного гаражного комплекса, нет подземной стоянки. Также мы в первую очередь жилья построили всю коммерческую часть, то есть на объекте сегодня, несмотря на то, что строительство еще продолжается, уже есть полная инфраструктура. Это позволяет людям сразу жить с самого начала в более или менее комфортных условиях. И еще последняя наша принципиальная позиция, то, что мы строим все квартиры с отделкой, потому что мы создаем не инвестиционный продукт, а именно продукт для проживания готовый. Давайте следующий объект. Здесь немножко фотографии красивые, можно их пройти. Это все уже построено. Дальше вот до коттеджного поселка Медная Подкова. Тоже интересный проект. Опять немножко оснащусь на роли аналитики. Когда мы начали заниматься загородной недвижимостью, это был, наверное, 2011 год, мы создавали продукт Медная Подкова. Пытались сделать так, чтобы он был рыночный. Что такое рыночный? Я посмотрел на рынок и увидел, что все сделки, большая их часть происходит по цене меньше 6 миллионов. И задача была наша, моя, как коммерческого директора, как директора по развитию, нашу проектировщику, к которому мы привлекли строителей в будущем, создать такое сочетание дома, земельного участка и всего поселка, той инфраструктуры, которая возможна, чтобы мы могли продавать эти дома на рыночных условиях, то есть по цене меньше 6 миллионов, и чтобы при этом, естественно, мы могли заработать. Это так или иначе у нас получилось. Сейчас в поселке осталось около 20 домов, они продаются по цене уже там от 12 до 15 миллионов. Поселок живет. Сейчас здесь презентации нет. Мы входим в очень большой проект, там в 10 раз больше, чем коттеджный поселок Медная Подкова. Тоже влези Москвы. Там будет очень интересная концепция, и человек, который будет работать с аналитиком, очень активно будет принимать участие в ее создании. Дальше опять картинки. Следующий наш проект – это жилой комплекс тоже в Подмосковье, Южная Пушкин. Когда-то мы говорили, что мы никогда не будем заниматься многоэтажным жильем, чтобы не конкурировать с такими монстрами, как, например, пик самолета, если кто-то о них слышал, активно работающий в Подмосковье и строящий крупные микрорайоны. Но вот попался такой проект, в который мы влюбились и не могли пропустить его. Два жилых дома 17-этажных находятся на берегу Акуловского водохранилища. Это источник питьевой воды для Москвы. Очень красивые виды. Два этих дома находятся на очень крутом склоне. И чтобы их там построить и запроектировать, очень много пришлось применять современных технологий проектирования. И также мы сейчас принимаем много технологий для строительства этих домов. Одно из сооружений, которое мы там делаем, может сделать в России несколько компаний, одна из которых метростроен. Их привлекаем в качестве подрядчика на выполнение этих работ. Что мы еще сделали уникально в этом проекте? И опять же, здесь подчеркиваю роль аналитика и понимание рынка. Сейчас очень много застройщиков пытаются уменьшить площадь квартир, пытаются рассказать потребителям там то, что они могут уместиться в 11 метров, в 15 метров студии. Мы здесь пошли от другого и сделали большие квартиры, что очень не характерно для Подмосковья. При этом, например, наши конкуренты, если там трехкомнатную квартиру 50-метровую продают за 6 миллионов, то мы такую же трехкомнатную квартиру 80-метровую продаем за 6,5. Мы смогли это сделать путем оптимизации, путем правильных проектировочных решений, путем поиска рынка. Естественно, на рынке это востребовано, и проект очень удачный. Я думаю, что будет один знаковым проектом для Подмосковья. Вот такие виды прекрасные, если дальше там полистать. Следующие презентации. Рекламочки мои дали красивые картинки. Дальше там следующий слайд, это виды из окон, которые будут открываться в эту долу. Коммерческая недвижимость, с которой мы тоже активно занимаемся, потому что человек не только должен где-то жить, отдыхать, но и работать. Один из наших новых проектов, который тоже будет для нас знаковым, это Лофт Квартал в инновационном центре Сколково. Наверное, любой из вас так или иначе слышал о Сколково. И, конечно, мы очень надеемся, что в ближайшие 3-5 лет это место станет местом притяжения всего современного, всего нового, всего самого передового, что ли, и центра притяжения в том числе нового поколения работников и офисов. Именно поэтому мы стали одним из крупных инвесторов Лофт Квартал из Сколково. Это такой необычный достаточно комплекс зданий. На следующем слайде можно тоже посмотреть. Ольга, переясните, пожалуйста. Который будет выполнен в окружении такого технологического, может даже космического набора объектов. Будет такой специальный Лофт Квартал, который в стиле старого города будет выполнен в центре, прямо инновационного центра Сколково. Вот чтобы не только красивые картинки у вас были, но и то, как это выглядит сейчас. Вот сейчас так выглядит стройка. Надеюсь, через год я смогу уже вам показать красивые фотографии нашего большого комплекса и уже заполненного арендатора. Потому что интерес очень большой. Мы уже сейчас проводим переговоры с многими крупными компаниями, которым интерес к Сколково имеют. Кроме этого, когда-то у нас в портфель попал менее презентабельный, менее современный офисный центр. И мы начали тоже искать нишу, потому что он находится в районе, где раньше был центральный офис Газпрома и центральный офис Сбербанка. И у него было какое-то притяжение, именно поэтому мы сюда пришли. Но сейчас здесь нет ни Газпрома, ни Сбербанка. Тем не менее, денежный поток от арендаторов у нас постоянно растет, даже в период пандемии. И мы сделали из нашего комплекса центр развития новых проектов, успешных проектов. И это не просто название. Мы всячески помогаем нашим арендаторам, чтобы их бизнес работал так, чтобы они не задумывались о том, что у них свет не горит, тепла нет, что-то они там не заплатили, как-то некомфортно подать заявку, к ним не могут прийти гости, им некуда припрыговать машину, снег завалил вход в твое помещение. Вот этого у нас никогда не бывает. И это наш принцип. И этим мы отличаемся на этом рынке. Опять небольшие, красивые картинки. Я попытался рассказать о нашей компании, о наших проектах, не для того, чтобы продать эти проекты, а для того, чтобы, может быть, на расстоянии, может быть, менее эмоционально, чем это обычно происходит, когда я разговариваю с человеком напрямую, показать хотя бы немножко принципа нашей компании и насколько нам важно понимание рынка, понимание того, что мы делаем на рынке и понимание того, что мы будем делать на рынке. Каждый наш проект – это какая-то уникальная история, как ее возникновение, так и ее развитие, так и ее потребление. И каждый наш клиент – это тоже уникальная история. И поэтому позиция аналитика, маркетолога, как я называю, очень важная для нас. Вот на этом слайде, теперь немножко на землю, да. Этот слайд, с одной стороны, говорит о том, что придется делать каждый день, с другой стороны, я сейчас на его примере покажу, где здесь вот то самое развитие, то самое участие в создании таких великолепных проектов, которые я вам показал. Вот сейчас, наверное, немножко почитаю с этого слайда. То есть работа аналитика, которая попадет сюда, в нашу компанию, завтра будет состоять из четырех главных частей. Первая аналитика обслуживает фактически отделы продаж, которых у нас на сегодняшний момент четыре. И 80% времени сразу же по выходу на работу человеку придется делать отчеты. Отчеты бывают разные, начиная от ежедневного, заканчивая ежекварталь. Потом вы в презентации почитаете, откуда берется информация, что с этими отчетами делается. Следующее, примерно 12% времени, человек будет заниматься мониторинг конкурентов. Что такое цены конкурентов, на основании которых мы потом собственные цены корректируем, изменяем или, наоборот, изобретаем. У нас есть собственная методика разработанного ценообразования. Я уверен, что так глубоко в ценообразовании никто не занимается, как мы это делаем. То же самое касается графика продаж. Очень важная вещь для любого инвестора на рынке недвижимости – получить те деньги, которые мы обещали на входе. И поэтому цена и график продаж – это самые важные для коммерческого департамента вещи, которые мы мониторим. То есть нельзя продавать больше, чем ты запланировал. Нельзя продавать меньше, чем ты запланировал. Нельзя продавать дороже, дешевле, чем ты запланировал. Это ювелирная работа, и аналитика здесь очень важна. Еще 5% времени – это оценка объектов недвижимости. Это разные объекты. Бывает, что наши клиенты приходят с существующей недвижимостью и получат взять ее в зачет. Мы ее оцениваем. И основная, конечно, часть – это то, когда к нам приносит какой-то актив. Это земельный актив, это объект недвижимости существующий. И мы должны оценить, насколько он нам привлекательен и дать свою оценку, сколько мы за это можем заплатить. Это как раз основа будущего проекта. Ну и последнее – это тенденции. То есть понимание тенденции рынка недвижимости и некие задачи, чтобы вы на кончиках пальцев через какое-то время почувствовали, что такое офисный недвижимость, что такое квартира, за что человек готов заплатить, за что не готов заплатить, что сейчас на рынке востребовано, почему наши конкуренты продают больше, чем мы, дороже, чем мы, или наоборот дешевле. Это нужно чувствовать. Для этого нужно каждый день заниматься в том числе самообразованием. Кто-то, может, посмотрев на то, что я сейчас рассказал, сказал, ну это же скучно, и где здесь вот те красивые картинки, о которых вы говорили в предыдущие 7 минут своего доклада. Все просто. То есть то, что сказала Ольга, я ее всячески поддерживаю, что навык работы в Excel, в первую очередь, нужно постоянно развивать и постоянно его не забывать и им пользоваться и развивать. Если, например, вы придете и через неделю, через месяц сможете так оптимизировать работу с отчетами, что это будет занимать у вас не 80% времени, а 50%, соответственно, последние эти 30%, освободившиеся, вы начнете заниматься тенденцией на рынке недвижимости, оценкой объектов и так далее, и так далее. И вы постепенно будете становиться человеком тем, который на рынке будет иметь совсем другой вес. Теперь немножко по условиям. Давайте следующий слайд. Кого мы, собственно, ищем? То есть для меня, видите, здесь в перечне требований я написал всего лишь одно требование. Это отличное знание Excel. Я действительно... Ну, так сложилось, что мы не можем себе позволить в силу разных причин взять с рынка человека готового, который вот обладает абсолютно навыками, в том числе анализа рынка недвижимости. И вот всем этим навыкам я готов научить, кроме одного, кроме навыков Excel. То есть если человек этими в совершенстве владеет Excel, все остальное он получит в течение 3-4-5 месяцев, 12 месяцев. Михаил, давайте тогда здесь сразу уточним о совершенном знании Excel. Просто вот мы учим, например, от нуля до аналитиков, и тогда про какие инструменты Excel идет речь? Смотрите, я как раз тоже хотел сказать, вот еще раз вернусь к тому, что вы говорили по поводу постоянного совершенствования навыков и их незабывания. То есть у меня приходил человек, у которого было в резюме написано, что он полгода назад закончил, не помню какой уровень курсов ваших, я обрадовался и посадил его за две задачи, которые я всем даю на этапе собеседования. Но он с ним не справился. Причем эти задачи, одну, которые я легко сам решаю, которые никогда не учился Excel, вторая, более сложная, она там требует более глубокие знания. Я сейчас попытаюсь сформулировать на своем уровне, что такое отличное знание, знание Excel в совершенстве. Вот я приведу такой пример. Вот передо мной сейчас клавиатура компьютера. Здесь много есть кнопок, которыми я никогда не пользуюсь. Если бы я знал, как им пользоваться, я бы, наверное, в свою работу, как секретарь, печатающий на клавиатуре, делал бы гораздо лучше. То есть мне важно, чтобы человек знал инструменты Excel, начиная от простой сортировки данных, больших массивов, заканчивая написанием хотя бы простеньких макросов или длинных, более-менее формул, которые знания собирают. И он мог это быстро вытащить у себя где-то из глубины. Потому что я готов давать время на то, чтобы человек адаптировался, чтобы вот эти глубокие свои знания вытащил. Есть сразу скажу несколько таких, как сейчас модно говорить, лайфхаков. Первое. Я на что смотрю? Человек, который говорит, что он специалист в Excel и претендует на позицию аналитика. Никогда не вводите формулу в ячейку, ни о ней цифры. Там должны быть только ссылки. Это прямо вот, я сразу говорю, что если человек, решая задачи, вот так вот делает, мне сразу большой минус. И вторая вещь. Забудьте в аналитике, что существует среднее арифметическое. Никогда такого в аналитике нет. То есть вот эта функция вычисления среднего арифметического для аналитики забудьте. Она вам не понадобится. Если кто-то вам будет просить какое-то выполнить тестное задание, где вам кажется, что надо посчитать среднее, точно это не среднее арифметическое. Вот две вещи, на которые я обращаю внимание, в том числе на собеседование. Дальше я следующим пунктом пытался описать человека, как я его вижу. То есть он, это вот склонность к работе к цифрами, при этом это такая, может быть, немножко уход в себя, но при этом человек должен иметь большое желание развиваться, как в своей профессии, так и в отрасли. Он должен прийти в недвижимость с интересами, что я хочу быть в недвижимость. Дальше такой пункт, который всех может напугать, способность работать 24 на 7. Тоже расскажу, что я имею в виду. Допустим, вы работаете у меня, у меня вот работал аналитик, ему было там около 30 лет, мне 54, вы меня не видите на экране. Мы что-то обсуждаем, например, какие-то цифры, какой-то объект, я через два дня к нему подхожу, и там, например, Николай, вот помнишь, мы с тобой обсуждали такой-то объект для сравнения, на самом деле надо его выбросить, он не такой. Говорит, нет, не помню, мне надо еще раз это посмотреть. И я рассуждаю логически. Не может быть, чтобы человеку 30-летнего память была хуже, чем у человека 54-летнего. Значит, здесь в чем-то другом разница. Разница простая, что человек очень неглубоко выполняет свою работу. Когда я пишу способность работать 24 на 7, я имею в виду, что человек должен глубоко подружаться в свое дело. И вот, как бы это не сценично звучало, мы платим деньги, я хочу, чтобы человек полностью принадлежал мне в этот момент. Мне кажется, это, опять же, если большинство из вас, кто меня сейчас слышит, люди, которые собираются развиваться в профессии, собираются как-то менять свою карьеру, мне кажется, это очень важная вещь, которая в жизни вам сильно поможет. Сразу говорю, что мы не берем пиарщиков, рекламщиков, диджитал-маркетологов, а также людей с базовым гуманитарным образованием. Правда, считаю, что эта работа не для них. Она им будет неинтересна, они будут стремиться куда-то дальше двигаться не в ту сторону. Для меня это просто потерянное время. Условия важные. Ну, мы всех принимаем официально, по ГЗОТУ. У нас работа только в офисе, удаленка. Ну, я считаю, работа на удаленке снижает сильную эффективность этой работы. И это я не понаслышке знаю, потому что у нас как минимум сейчас три удаленных офиса, и они давно существуют, эти офисы. И я знаю, как они работают, и как они работают, когда я приезжаю туда, и как они работают, когда за ними работа строится на расстоянии. Я сейчас даже не про контроль говорю. Поэтому мы стараемся, несмотря на пандемию, максимальное время работать в офисе. Офис у нас находится в районе непропорсоюзной. На сегодняшний день по зарплате условия здесь написаны. И самое главное о перспективах, то есть зачем человек может приходить в нашу компанию, и какая у него должна быть мотивация. Что вот это, вот все, что вы здесь пройдете через два-два с половиной года, сделает вас человеком, крайне востребованным на рынке недвижимости. И вы наверняка перейдете в крупную компанию с зарплатой 200-250 тысяч. Я тоже это говорю не понаслышке, не предположительно. На сегодняшний момент один из людей, который был когда-то на этой позиции, работал ведущим аналитиком в крупнейшей государственной фактически компании TomRF. Это такой холдинг из банка, состоящего из земельных активов, и компании, фактически регулятора рынка. И второй человек, вот совсем недавно, в конце прошлого года, стал работать заместителем генерального директора одного из крупных агентств недвижимости, разостройщиков НДВ. Ну, это как пример. Человек, который последний был на этой должности, он ушел как раз на 200 с небольшим в другую компанию, при этом, на мой взгляд, он даже стал нераслужен. Ну, такой рынок. И еще раз говорю, вот те перспективы, которые можно встать на эти рельсы и к ним потихонечку идти. Если кому-то еще интересно, то есть на следующем слайде те вакансии, которые мы всегда ищем, в связи с тем, что у нас проекты новые появляются, мы всегда ищем продавцов и работаем с организматорами, а также разного уровня менеджеров по управлению строительными проектами. Вот, наверное, все, что я хотел рассказать. Готов ответить на вопросы. Спасибо. Вот последний слайд с контактами, куда можно отправлять Ваши резюме и какие-то вопросы. Уважаемые господицы. Ольга, можно я еще один момент скажу, как раз, когда Вы сказали про резюме, я прошу прощения, что перебил. У Вас еще и уникальная возможность есть, что Вы, вот здесь личный адрес, лично рабочий, то есть Ваши резюме попадет не в ИЧА службу, Вы не будете общаться с кем-то, кто будет Вас спрашивать какие-то анкетные данные или что-то еще. Вы сразу будете общаться с человеком, принимающим решения, и именно я буду Вас нанимать на работу и буду читать Ваши резюме. Вот, обращаясь на это, уникальная возможность. Да, мне кажется, это очень важно. Коллеги, есть ли вопросы, уважаемые слушатели, пишите в чат, или сейчас можно Михаилу как раз-таки задать голосом? Ну, давайте я, наверное, спрошу. Вот, Михаил, а если слушатель, например, наш попадает под вот это вот, в этом слове, что это не пиарщик, да, не директор, он же кто, не с гуманитарным образованием, что Вы имеете в виду? Какое образование для Вас более желательным? Ну, это математика, экономика, техническое образование, для меня это, ну, то есть здесь важен математический склад ума, он формируется чаще всего, когда ты такое образование получаешь. И вот вопрос у Светланы, а есть ли ограничения по возрасту? Нет, все равно, меня это не пугает, я не знаю, сколько там лет. Ну что ж, мы говорим, слушатели, еще раз вот, сейчас попрошу тогда Михаила продублировать эти контакты, или сама продублирую для Вас в чат. И, да, я еще спрашиваю, прокомментируйте, пожалуйста, момент про никогда не вводить цифры в ячейку. Мне стало интересно, что именно имелось в виду. Когда в ячейке Вы формулу какую-то пишете, там не должно быть цифр, там должны быть только ссылки на другие ячейки. Всегда условия должны быть написаны отдельно, потому что Вы к этому файлу можете вернуться через некоторое время, забудете, откуда цифра, что она значит. Понятно объяснил? Ну, я думаю, что понятно. Михаил, спасибо большое за Ваше выступление. Будем переходить к следующему спикеру. Спасибо всем удовольствием поиска работы и карьеры в будущем. Да, Михаил, спасибо большое. Следующий спикер – Акимова Дарья, руководитель отдела аналитики компании «Энтех». Дарья, вы с нами? Да, здравствуйте, меня слышно? Да, меня слышно. Передаю вам право презенттора. Всем добрый вечер, коллеги. Сейчас прямо одну секунду я запущу свою презентацию. В общем-то, мы пришли сегодня здесь поговорить о том, насколько ценен Excel в современном мире. Мы очень часто встречаем различные статьи, посвященные аналитике. В принципе, для интересующихся, наверное, не секрет, что сейчас век больших данных, BI-систем, SQL. Кто-то предлагает выучить Python, кто-то R для того, чтобы работать с данными. Но дело в том, что про Excel, когда говорят о всех этих инструментах, про Excel просто многие забывают. А Excel — это некая базовая единица, которая действительно позволяет сформировать себя как аналитика данных и формирует так или иначе сознание человека. Мы одна из тех компаний, которые именно так и считают. Наша компания, НТЭК, она существует уже более 8 лет. И мы занимаемся аналитикой чековых данных. Мы делаем нашу аналитику для производителей продуктов питания. Мы позволяем им оценивать вывод их новинок на рынок, позволяем оценивать их конкурентов, позволяем им строить различные прогнозы по выводу, опять же, из новинок на рынок и много чего еще другого. На данный момент в нашей компании работает около 60 человек. Но еще совсем недавно, пару лет назад всего, нас было 10. И на данный момент мы находимся на третьем уровне нашего расширения коллектива. Дело в том, что эти 60 человек, они позволяют нам совершать до 200 проектов в месяц, закрывать для наших клиентов. Но мы растем, мы развиваемся. У нас достаточно широкие планы на наше развитие. Мы хотели бы стать первой компанией аналитики в России, посвященной рынку FOMCG. Это рынок подовольственных товаров. И, соответственно, люди в команду нам нужны регулярно, особенно люди, которые могут не только с АЗОВ как-то помогать нам в нашей работе, но и расти, развиваться вместе с нами. Таких людей мы очень ценим. Собственно, на данном флайде расположены наши клиенты, которые нам доверяют, с которыми мы работаем на регулярной основе. Работаем мы с ними уже очень давно, с большинством из них. Но так или иначе, нам приходят постоянные новые компании. Соответственно, именно это и позволяет нам развиваться. Мы в интернете очень часто видим какую-то красивую инфографику. Собственно, в таком виде очень часто мы нашим клиентам и отдаем наши данные. То есть какая-то презентация, дашборд, что-то, где выхвачена самая суть и то, что позволяет реально оценить ситуацию, оценить запрос, с которым пришел к нам клиент. Но дело в том, что, видя вот эти вот картинки в интернете, далеко не все понимают, что за ними стоит реально большие данные. Очень часто стоит Excel, и мы просто сложно представляем, какой путь эти данные прошли для того, чтобы превратиться вот в эти вот красивые картинки. А между тем, те, кто регулярно работает с Excel, они понимают, что данные, особенно если данные стекаются из нескольких источников, поскольку мы работаем с аналитикой обезличенных кассовых продаж, то к нам данные поступают из очень многих федеральных сетей нашей страны. Это, не знаю, пятерочка, перекресток, ленты, все те магазины, в которые мы с вами ходим ежедневно. Они поступают к нам от наших клиентов непосредственно, то есть из их каких-то внутренних систем. И выглядеть эти данные могут совершенно по-разному. То есть вот это вот, например, реальный пример данных, которые к нам периодически поступают. В данном случае это информация о продажах товара в магазинах. В данном случае что неудобно? Например, товары расположены вертикально, да, отлично, но данные о продажах по магазинам расположены горизонтально. То есть для того, чтобы посмотреть продажи по какому-то товару за весь период, который представлен в данном файле, нам нужно совершить какие-то дополнительные вычисления. Если нам нужно посмотреть информацию о всех товарах, продавших в магазине, нам нужно точно так же совершить дополнительные вычисления, чтобы сравнить магазины, которые расположены не рядом друг с другом, нам придется завершать какие-то дополнительные манипуляции. Это не всегда удобно. И опять же, не стоит еще помнить о том, что такой форматный файл к нам приходит. Они могут иметь сотни тысяч строк, десятки столбцов. И, соответственно, работать в таком формате с этими данными становится не очень удобно. Например, другой пример данных, которые приходят к нам, это выглядит вот так. Здесь уже все более красиво расположено, я бы сказала. Возвращаясь к предыдущему слайду, не построишь сводник по тем данным. По этим же можно построить сводник, да, но единственная сложность, которая возникнет в данном случае, это то, что, например, к файлу применено условное форматирование, которое, во-первых, очень сильно утяжеляет работу с файлом. Если таких файлов будет у вас несколько, Excel будет в любом случае тяжело работать, какой бы мощный компьютер у вас ни был. Плюс, если снять это условное форматирование, то в данном примере мы видим столбец продажи в штуках, продажи БИ, базовой единицы измерения, где условное форматирование обозначено, что эта единица продается как штучная позиция, либо же как килограммовая позиция. Очень много привычных нам продуктов, не знаю, например, йогурты, держальского молочного комбината, они на самом деле продаются как весовые товары, и в системе магазина они продаются как весовые, и, соответственно, через кассу они проходят как проданы, не знаю, 430 грамм. Для наших клиентов непосредственно, для производителей, очень важно понимать, если какие товары уходят с полки как штучные, какие уходят как весовые, при всем при этом, если по своим товарам они могут быть уверены, то просто потому, что они знают, как их отпускают с полки, то по товарам своим конкурентам, для того, чтобы изучить этот вопрос по товарам своим конкурентам, они обращаются, соответственно, к нам. При снятии условного форматирования мы не поймем, чем одна штука отличается от 1000 грамм или от килограмма, поэтому при снятии условного форматирования мы получим очень искаженную картину, которая, опять же, не устроит наших производителей, они не смогут выстроить гранитную стратегию. При базовых знаниях Excel можно превратить первую и вторую табличку вот в подобие такого файла, уже очищенного от всего, где удобно сравнивать магазин друг с другом, штучный товар и весовой товар разделен, не только логически, но и визуально, через запятую. Можно сравнивать удобный период друг с другом, можно строить вводные таблицы. На самом деле, если вы знаете Excel, ничего сверхъестественного в этом нет. И в первом, в работе с первым и со вторым файлом применяются сортировки различные, фильтрации, применяются, не знаю, транспонирование, аналоги транспонирования. Все это, это достаточно базовые инструменты, которые наверняка каждый из вас, если не знает, то изучает. И, соответственно, из сырых, неудобных данных при помощи этих базовых элементов Excel, можно получить вполне себе рабочий материал, с которым можно проводить будет дальнейшую аналичку. Наша работа не заключается исключительно в том, что мы берем данные и причесываем их, я бы сказала. Очень большая работа с данными для нас заключается в том, что мы дополнительно эти данные обогащаем. Например, поскольку мы работаем с товарами, как я уже говорила, различные сети, различные производители, они подстраивают систему под свои собственные нужды. Соответственно, например, один и тот же кефир в одной сети может на группы делиться по весу, например, до 500 грамм, от 500 до 1050 и более 1050. А в другой сети тот же самый кефир будет иметь деление по жирности. Например, маложирный до 2,5%, средняя жирность 2,5-4% и более 4% жирности. Соответственно, когда мы получаем массивы данных из разных источников, для того, чтобы проводить качественную аналитику, для того, чтобы убедить весь товар, нам приходится делать сквозные группы, нам приходится делать сквозной бренд-производитель, потому что очень часто бывают такие ситуации, что в исходных данных просто нет информации о производителе, но есть, например, информация о поставщике или же вообще отсутствует так или иначе вся информация, когда есть только название этого товара, и тогда по названию товара приходится что-то искать, сравнивать с теми позициями, которые уже есть у нас. Мы для этого всего ведем справочники, стараемся их вести на регулярной основе, стараемся их постоянно обогащать не только информацией о категориях товаров, о производителях товаров, но также и информацией о дополнительных метриках, например, о жирности товара, о весе товара, о вкусах товара, о упаковке и так далее, и так далее, и так далее. В одной товарной категории, в одной сети, не самой крупной, в среднем около 3000 позиций, которые продаются на ежемесячной основе, плюс-минус 20% новинок, которые появляются ежемесячно, то есть для всего этого массива данных мы ищем дополнительные метрики, мы проставляем бренды производителей, проставляем категории и, соответственно, все то, что нам нужно для нашей дальнейшей аналитики. И это действительно большие массивы данных, и чаще всего работаем мы именно в Excel. Это не единственный наш инструмент. У нас есть другие инструменты, с которыми мы также работаем очень часто, но так или иначе Excel повсеместно используется в нашей компании, и у нас нет ни одного человека, который не пользовался бы этим инструментом. Собственно, даже когда мы уже, скажем так, проставили дополнительные метрики, которые необходимы для наших потребностей, мы еще и проверяем эти данные, проверяем их точно так же в Excel при помощи сводных таблиц, которые всем хорошо известны, которые позволяют не просто агрегировать какие-то суммы по файлу, но также, например, очень часто они позволяют сверить, сколько категорий приходится на одну группу, и верное написание этих групп, сколько брендов находится в рамках одного производителя, и написание этих брендов. Мы таким образом проверяем, я же говорю, очень много информации. Я бы сказала, что это не совсем стандартное использование сводных таблиц, но на самом деле, когда ты понимаешь, что этот инструмент позволяет тебе очень многое, это становится даже очень интересным и достаточно забавным. Собственно, что бы я еще хотела рассказать вам? Самое главное, если вы хотите попробовать свои силы в работе с настоящими данными, с настоящими массивами данных, если вы хотите попробовать свои силы в разметке, мы с удовольствием готовы предложить вам такую возможность. По этому QR-коду можно перейти на лендинг, где расположены наши тестовые задания, которые мы обычно высылаем нашим кандидатам. Соответственно, вы можете зарегистрироваться по ссылке и, посмотрев инструкцию, проектный инструктаж, просто сделать эти задания, присылать их нам, и если вдруг вы с ними хорошо справитесь, мы с удовольствием пригласим вас в нашу команду. В общем-то, это все, что я хотела рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ольга? Да, я с вами, уважаемые слушатели. Пожалуйста, пишите вопросы в чат. Если у вас какой-то слайд, может быть, уточню. Да, конечно. Если слушатель хочет трудоустроиться к вам, то именно через этот QR-код и тестовое задание. То есть кузюме направлять не нужно? Нет. Там по QR-коду есть небольшая регистрация. Там оставляют свои контакты. Соответственно, мы все будем видеть. И сами с удовольствием свяжемся с кандидатами. Мы уже потом предложим отправить нам резюме или встретиться. Хорошо. Так, я вижу вопрос в чате. Так, ты, Екатерина, продублировала, что будет рада видеть также вакансии на почту. Еще про формат работы можете рассказать? У вас офис или дистанционно? Там, соответственно, мы чаще всего работаем из офиса, но у нас бывает удаленка. То есть, соответственно, когда мы уходим в локдаун, то мы переходим на удаленку. Соответственно, такой формат данный. В период времени мы, скажем так, частично внедряем в нашу работу. Но основная работа у нас... Сейчас что-то с микрофона. Постарайтесь как-то говорить. Вот микрофончик. Ольга, меня сейчас слышно? Вот, да, сейчас слышно. А, подскажите, а офис у вас, ну, где расположено? У нас офис расположен в городе Королев. Мы не так давно переехали полностью из Москвы в Подмосковье. Но, опять же таки, мы понимаем, что кандидаты у нас могут быть из других регионов. Поэтому, в общем-то, мы также частично рассматриваем варианты с удаленкой. Мы все обговариваем. В общем, очень лояльная компания в этом плане. То есть кандидаты из Королева могут работать непосредственно на МОСССР? Да, у нас, на самом деле, не только из Королева работают. Да, у нас очень многие ездят из Москвы. Это неудивительно. Соответственно, у нас работают, не знаю, там, Матищи, Щелкова, Пушкин. Очень многие, да. Обрядина, Щелкова и так далее, да. То есть, на самом деле, мы хорошо захватываем прям сектор такой. Светлана спрашивает по заработной плате. Есть ли какие-то у вас, может быть, вилка какая-то в зависимости от... Ну, на самом деле, я же говорила, да, конечно, есть вилки. У нас очень большое количество вилок. Соответственно, специалисты, которые занимаются предобработкой данных, у них отдельные вилки. Те, кто занимаются чисто разметкой данных, у них другие вилки. Я бы сейчас не хотела просто об этом разговаривать, потому что, ну, там, действительно, очень много различных вариантов. Поэтому, если кого-то прям интересно, мы можем связаться непосредственно и все это обговорить лично. Светлана, ну вот по телефончику, да, или почте можете вопрос задать или лично приговорить. Правда, сейчас многие работодатели зарплату озвучивают в зависимости от компетенции. Да, в том числе и по этому поводу. Скажем так, то есть мы прежде всего смотрим еще и на выполнение тестового задания. То есть там есть форма, в которой ты заполняешь время, которое ты условно на это затратил. Соответственно, мы смотрим на то, сколько времени затратил человек, насколько качественно он это сделал. Потом мы встречаемся так или иначе лично, либо созваниваемся к телефону, обсуждаем какие-то моменты, обсуждаем в том числе стремление этого человека, потому что, ну, очень часто люди действительно, вот как рассказывал нам предыдущий спикер Михаил, да, когда люди не то чтобы не хотят погружаться в работу, некоторые на самом деле, по большому счету, вообще эта работа, ну, не сказать, что бы очень интересно. К сожалению, с таким мы тоже сталкиваемся. И, соответственно, поэтому, в общем-то, зарплатные части мы очень часто действительно обговариваем уже непосредственно на собеседовании. Единственное, что я могу сказать, что, ну, у нас приличная зарплата, нас никто не обижает. Причем не только руководители отдела аналитики, ну, и просто простых обработчиков, да. Дарья, благодарю вас за выступление. Прекрасная возможность для наших слушателей также применять полученные знания. Да, именно смысл в том, да, что достаточно простые знания, то есть на самом деле на рынке ценятся и какая-то, ну, действительно базовая, уверенная сила Excel. Совершенно верно. То есть каждый на свой уровень может найти и, скажем, уже окупать вложенные в обучение затраты. Дарья, благодарю вас. Переходим к следующему спикеру. Спасибо большое. Всем до свидания. Карина, добрый вечер. Ждем вашего подключения. Так, всем добрый вечер. Рада всех приветствовать. Я сегодня расскажу, почему Excel востребован, да, работодателями и действительно ли Excel настолько популярен, и какую карьеру можно сделать, обладая Excel, и как можно запороть свою карьеру, не обладая навыками Excel, уверенными навыками. Немножко представлюсь о себе. Я сейчас являюсь рекрутмент-бизнес-партнером на уровне всей компании крупного медиахолдинга и отдельно в этом же медиахолдинге занимаю позицию HR-бизнес-партнера для департамента IT-разработки. При этом я также являюсь executive-карьерным консультантом, поэтому та информация, которой я буду вам делиться, она, безусловно, проверенная, точная и будет вам полезна, я надеюсь. Посмотрите, если говорить про Excel, почему Excel будет востребован еще, я думаю, что даже десятки лет, потому что это самая доступная программа, она практически бесплатная, да, для бизнесов, которые прежде всего используют как корпоративную программу Microsoft, Excel является одним из ключевых инструментов для работы бизнеса. Второе, такое очень важное, одно из важных преимуществ, этот инструмент достаточно прост для изучения. Опять-таки, если мы смотрим с точки зрения работодателя, и с точки зрения развития сотрудников, вкладывания средств в обучение сотрудников, работодателю, например, легче вложить деньги в обучение человека по Excel, это и быстрее, и проще будет, и людям даже с нулевым уровнем знаний приобрести этот навык довольно-таки просто. Возможно, у вас в голове ходят какие-то мысли о том, что, ну, сейчас есть SQL, там, Power BI и прочее, но я вам хочу сказать, что не каждый бизнес может себе позволить применить ту или иную новомодную систему, и плюс специалисты, которые обладают или должны бы приобрести эти навыки, это стоит дорого, это долго, и не всегда это применимо с точки зрения уже, опять-таки, существующего программного обеспечения и тех задач у бизнеса, которые есть. Если резюмируя, то я хочу сказать, что пока существуют стандарты бухгалтерского учета, другие программы для работы с большими данными на сегодняшний день не подходят в бизнесе, и есть очень большое количество нюансов как в бухгалтерском учете, налоговом учете, которые не дают возможности работать даже с такими очень важными и нужными программами, как Oracle или SAP. Когда, например, внедряется SAP в компанию, все равно существуют кнопки интеграции из Excel, интеграции в Excel. Поэтому приобретение навыков Excel, оно важно, оно важно must have вообще для любой профессии. Я вам могу сейчас привести пример буквально свежий из своей консультационной практики. Девушка, молодая девушка до 30 лет, у нее началась очень стремительная карьера, она училась только в иностранных вузах, в Азии и в Европе, в очень топовых вузах, получила невероятное образование, бизнес-аналитика. Сразу попала в большую четверку в компанию Deloitte на позицию, опять-таки, бизнес-аналитика. Проработала она там года полтора. Как известно, бизнес, если вы поработали в большой четверке, то карьера, конечно, дальнейшая карьера, она развивается чуть стремительнее, вы на рынке становитесь много дороже. При этом вот этот опыт, неважно, 10 лет назад вы работали в большой четверке или 5 лет назад, или год назад, он очень ценится. Почему? Потому что там очень сильная школа, и те бизнес-процессы, которые у них в большой четверке, они настолько применимы в любом бизнесе, вне зависимости от масштаба. Вернемся к этой. В общем, у нее был небольшой перерыв в работе, ей пришлось уйти из Deloitte и помогать бизнесу своей семьи. Но перерыв был буквально тоже год или полтора, ну, может быть, максимум два. Она решила, хотела вернуться снова в корпоративную следу и снова стать бизнес-аналитиком. Когда она вышла на рынок, я ей объяснила, что все навыки, которые у нее были, они немножко устарели. Надо бы подтянуть. Помимо Excel, дополнительно можно приобрести. Ну, как минимум Excel точно нужно подтянуть. Она думала, что все хорошо, на нее действительно откликались очень хорошие компании. Мы приходили Нельсин международный, Большой Четвертый, другие компании. Крупные компании типа Шнайдер Электрик и многие другие. Но каждый раз она не проходила интервью, второе техническое интервью только по одной причине. Потому что она подзабыла Excel. Потому что Excel не на нужном уровне. А для бизнеса, это массово. Мало того, что для бизнеса, ну, здесь пожелательно даже какие-то базовые знания, без цель, да, уметь его быть. Полюбить, любить, 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 да. Но без Excel, вот, посмотрите, у человека карьера практически обнулилась, да, и человек обнулилась. Арина, постарайтесь ближе к микрофону, пропадает звук. А, пропадаю, а так лучше. Так, сейчас, секундочку. Сейчас я одену. Ждите. Шел посторонний шум от слушателей. Я сейчас всех замьютила. И включите микрофончик еще раз. Так, сейчас слышно? Нормально слышно? Да, сейчас отлично. Так, сейчас нормально слышно? Да, хорошо. Хорошо. Хорошо, я говорила о том, что у человека буквально обнулилась карьера только потому, что нет Excel, да. Я могу сказать точно так же. Если бы я в HR, там, сделал перерыв, или у меня сейчас не было бы навыков Excel, и тем более занимая позицию, где мне тоже нужно работать так или иначе, может быть, не с таким огромным массивом данных, но все равно это данные, мне нужно проводить HR-аналитику, аналитику, там, зарплат, и, ну, много-много нюансов. Если бы я не знала Excel, то грош цена была бы мне на той позиции, которую я сейчас занимаю. Вот, помимо этого, почему без Excel компании не могут жить, да, потому что, опять-таки, это очень доступный и легкий способ визуализации данных. Визуализации данных, в том числе из, даже можно карты, да, интегрировать, не только какие-то интерактивные графики создавать, отражать. И все это интегрируется из PowerPoint, PowerView. Ну, то есть интеграции в Excel очень много. Вот поэтому если вот поставить точку на том, востребован ли сейчас Excel, нужен ли он, обязательно нужен. Даже если мы говорим о дальнейшем приобретении навыков Power BI или SQL, основой всех этих новых направлений является Excel. И если вы хорошо не соображаете в Excel, вы не выучили, то вам очень тяжело будет приобрести навыки в SQL или в Power BI. Вот. А что теперь касается, какие могут быть профессии, да, как может развиться ваша карьера, по каким направлениям, по каким профессиям, если вы становитесь уверенным пользователем Excel. Как я уже обозначила, есть позиция бизнес-аналитика, да, плюс если у вас экономическое образование, начать карьеру в бизнес-анализе можно легко, и это всегда востребованная позиция. Плюс бизнес-аналитиков, аналитики тоже есть разные. Есть бизнес-аналитики, например, в FMCG-секторе, да, в разных его проявлениях, а есть бизнес-аналитики в инвестиционном секторе. Инвестиционный сектор, в инвестиционном секторе можно очень хорошо расти, расти до директора инвестиционного, да. Если говорить про финансы, ну, стандартно бухгалтеры, из бухгалтера можно расти финансовые директора. Вот смотрите, у меня в компании финансовый директор, у нее всегда два огромных экрана открытые, и в каждом из них Excel-таблицы по одному, по второму направлению. Без Excel ни один финансовый директор, например, не работает. Соответственно, если опять-таки есть базовое экономическое образование, либо его можно доприобрести, можно расти до директора по финансам. Смотрите, все то, что я сейчас называю, вам обязательно Ольга пришлет от меня, такой one-page листик, да, документ, в котором будут все развилки, как помогает Excel в развитии карьеры и из каких профессий, в какую можно вырасти. Я думаю, что это будет интересно и полезно. В принципе, вот смотрите, если говорить про розничную торговлю, про FMCG, это опять-таки Excel – это основа supply chain management, да, потому что тоже огромное количество данных, огромное количество развилок и операционных процессов, которые можно очень хорошо структурировать и наладить именно с помощью Excel. Потом, если говорить про просто позицию обычного финансового аналитика, если опять-таки вы приобретаете навыки Excel, можно расти и в системные аналитики. Это уже мы приближаемся именно к IT-профессии, да, системные аналитики, они тоже очень востребованы. Если у вас есть база Excel, до получить какие-то дополнительные навыки, уже приобрести навыки программирования будет легче. Вообще, я хочу сказать, что нет сейчас ни одной профессии, опять-таки, из которой… Вот, например, в HR. В HR есть отдельная позиция HR-аналитика, которая совершенно недавно появилась, может быть, максимум года два. Опять-таки, человек, который занимается непосредственно HR-аналитикой, это тот, кто очень хорошо владеет Excel. Отдельно можно делать карьеру фрилансера. Есть такие площадки, как Upwork международный, да, где всегда есть запросы, там, свести какие-то таблицы, просто найти ошибку или помочь в Excel, да, поэтому на этом очень хорошо можно зарабатывать. Или провести какую-то обработку данных большую, или визуализировать данные. На этом тоже можно хорошо зарабатывать. Например, в одной из компаний у меня была коллега, которая, помимо того, что она была таким помощником финансового аналитика, она проводила для всего, ну, на уровне, в рамках корпоративного университета для компании с персоналом более 500 тысяч человек, она была преподавателем, и ей отдельно за это оплачивали зарплату, да, как преподавателю, который проводит курсы для внутренних сотрудников. Плюс, смотрите, можно вести свои каналы. Я знаю людей, да, я училась, я находила на YouTube человека, который ведет свой канал Excel и ведет именно репетиторство такое частное. Мне было не подходило, например, пройти курсы, потому что мне нужно было быстро приобрести этот навык, и были конкретные задачи, которые мне нужно было взять. Я искала как раз человека, который сможет мне со мной индивидуально заниматься. Вот. Что еще? Вообще, в связи с тем, что большие данные и аналитика больших данных, она никуда не денется, она будет только расти, 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 Excel будет, опять-таки, всегда нужен. Вот эти ваши навыки будут хорошо развиваться. Соответственно, отсюда мы делаем вывод, что приобретая Excel, это очень короткая дорога до аналитика данных. Пожалуй, смотрите, я вам такие основные позиции рассказала, но что еще может быть, я вам передам через Ольгу, там в том числе будет информация по деньгам. Сколько вы можете стоить на рынке, имея навык Excel, и какую позицию можно доприобрести, и как можно из той или иной позиции расти. Если у вас сейчас есть вопросы, например, вот там, не знаю, у меня такая профессия, я приобрету Excel, она мне будет полезна или нет. Может быть, какой-то любой другой карьерный вопрос, который вас беспокоит, можете мне его сейчас задать, я с удовольствием вам отвечу. Уважаемые слушатели, можно голосом даже задать, будет тоже уместно. Давайте, наверное, я пока пару слов скажу, пока слушатели, может быть, раздумывают, формулируют. Можно я тоже хотела еще один момент сказать? Вот, кстати, если говорить про то, какие курсы ценятся Excel, от каких провайдеров, то если мы говорим про учебный центр специалист, то это всегда супер ценится работодателям. И если работодатели, у них нет возможности внутренним ресурсам обучить своих, то вот во всех компаниях, в которых я работала, я сменила порядка шести компаний, да, у нас провайдером всегда был специалист, потому что это была стопроцентная гарантия того, что человек приобретет этот навык, и он будет, он придет и будет делать задачи очень уверенно. Вот, а здесь я хочу поблагодарить учебный центр специалистов за то, что вы держите марку, так скажем, и качество у вас всегда на высоте. Карина, спасибо, что вы это отмечаете. Я хочу сказать нашим слушателям, что, конечно, вот качественное образование в настоящее время требует немалых вложений. Вот этот слайд, который сейчас на экране, обращаем на него внимание, что не всегда есть возможность на качественное образование выделить сразу большую сумму денег. И у нас есть расстрочка на обучение по дипломным программам, на программу повышения квалификации. То есть вы можете забронировать стоимость дипломной программы, оплатить всего 20%, остальное уже будете оплачивать, по мере обучения. Тем самым вы фиксируете стоимость, и цена больше не растет, так как цены у нас постоянно на образование поднимаются. Такую возможность не упускайте, это расстрочка беспроцентная, и фиксирует для вас сумму оплаты. Ну и плюс после дипломных программ всегда есть возможность получить дополнительную скидку на какие-то курсы. Так, я смотрю на вопросы, вот вопросов сейчас не вижу. Светлана пишет, что пользуется очень удобно. Да, действительно. Так, Карин, вопросов не вижу. Хорошо. Ну и если вдруг кто-то вспомнит или будут какие-то вопросы, всегда можно ко мне в Facebook постучаться, либо через Олю задать. Я надеюсь, что вам была полезная информация, и я желаю, чтобы у вас в карьере и в жизни все складывалось хорошо, как вы сами себе этого желаете. Всем хорошего вечера, Ольга, спасибо, до свидания. Спасибо, Карина, за ваше участие в наших вебинарах, днях карьеры. С удовольствием вас ждем на следующих днях карьеры. Уважаемые слушатели, спасибо вам, что были с нами онлайн. Ваши вопросы можете писать на электронный адрес, и в рассылочке обязательно пришлем вам всю информацию. Со всеми прощаюсь, и до новых встреч. Спасибо.